Взгляд «Смертная казнь не поможет сделать нас лучше» Л. Смертная казнь не поможет сделать нас лучше 15 октября 2019 года, 9.16 фото Global Look Press Окончательное справедливое возмездие каждому по делам его неизбежно совершится, но только на страшном суде Человеческая же справедливость всегда несовершенна и легко превращается в несправедливость Страшное преступление в Саратове и убийство девятилетней девочки вызвало новую волну дискуссии о возможном возвращении смертной казни В официальном аккаунте Госдумы ВКонтакте появился опрос, примерно 80% участников которого высказали за возвращение высшей меры Конечно, опросы в интернете дело ненадежное, но можно поверить, что сама идея достаточно популярна Особенно на фоне эмоционального шока, вызванного тяжким злодеянием За возвращение к расстрелам высказался и ряд известных политиков и депутатов Государственной Думы Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время в Кремле не обсуждается Острота споров о смертной казни понятна Всегда страшно узнавать о преступлениях против детей и совсем юных жизнях, оборванных по прихоти какого-то выродка, о безутешном горе родителей Мы все чувствуем себя под ударом Преднамеренное убийство ребенка это что-то большее, чем просто тяжкое преступление Оно оскверняет весь мир, отрицает все те ценности, которыми мы живем Даже тяжкие преступники, отбывающие долгие сроки, относятся к дикоубийцам с ненавистью и презрением Даже в среде людей безнравственных и беззаконных остается хотя бы это, последнее табу детей трогать нельзя Только этим запретом, они, может быть, держатся еще внутри человеческого рода Где-то убийца из этого рода выпал На нем проклятие всех И желание стереть его с лица земли, избавить мир от его оскверняющего присутствия естественно Я хорошо понимаю людей, которые хотели вырвать его из рук полиции и растерзать Я понимаю тех, кто сейчас требует восстановить смертную казнь специально для него Я чувствую то же самое Более того, в этом эмоциональном порыве есть нечто глубоко верное Зло должно быть осуждено, отвергнуто, наказано Злодей должен понести кару, достаточно тяжкую для его злодеяния Но я против возвращения смертной казни по целому ряду причин Если одна из целей наказания заставить злодея почувствовать тяжесть того, что он совершил, то пуля в затылок не наказывает Она просто полагает конец жизни злодея Чтобы нести на себе тяжесть содеянного, надо быть живым Пожизненное заключение заставляет злодея нести свое преступление годы и десятилетия, не имея даже возможности совершить самоубийство, пока естественная смерть не освободит его Звук навсегда закрывшихся за спиной ворот тюрьмы страшнее, чем звук выстрела, который приговоренный даже не успеет услышать Родители и близкие убитого ребенка будут всю жизнь нести эту боль и скор Пусть же и убийца несет их Может быть, он раскается, может быть нет Но десятилетиями, до самой смерти, каждое утро он будет просыпаться в тюрьме и вспоминать, почему он здесь Полиция, которая не дала толпе убить его, сохранила его именно для этого Другая причина – эмоциональная реакция на конкретное преступление не должна определять решения, которые будут влиять на нашу жизнь, и смерть, уже сильно после того, как эта реакция пройдет, и определять судьбы людей, которые к данному злодею никакого отношения иметь не будут Возвращая смертную казнь, мы возвращаем ее не для него, закон не имеет обратной силы, а для каких-то людей, которые будут обвинены в будущем Некоторые из них будут, действительно, тяжкими преступниками Но какая-то часть из них, и это неизбежно, будут осуждены по ошибке или в результате коррупции Об этом напомнил замглавы в СИН Валерий Максименко, вспомните битцевского маньяка Пичушкина, который совершил около 60 убийств За его преступления были пойманы и признались на следствии десятки людей, но только, когда он все рассказал, приговоры были пересмотрены Если бы была смертная казнь, их бы расстреляли Правоохранительные органы состоят из людей, а люди могут впадать как в добросовестные ошибки, так и в преступления Человека, по ошибке посаженного в тюрьму, можно выпустить, а вот казненного воскресить нельзя Смертная казнь, особенно возвращенная после периода отмены, неизбежно будет способствовать общему ожесточению общества Идея убивать ради общего блага плохих людей очень соблазнительно Причем круг этих негодяев постоянно разрастается детоубийцы, потом наркоторговцы, потом государственные изменники, потом коррупционеры Это уже заметно в тех выступлениях за возвращение смертной казни, которые мы читаем В сети постоянно и по разным поводам люди восхищаются строгими, но справедливыми нравами в Китае или Саудовской Аравии Где, как утверждается, коррупционеров и вообще разных плохих людей казнят направо и налево Возможно, на чисто психологическом уровне сознание того, что плохих людей казнят, помогает людям чувствовать себя безопаснее Им кажется, что зло наказано и справедливость торжествует Однако эта иллюзия с точки зрения криминологии смертная казнь неэффективна, а расширение ее применения ставит под удар не только каких-то заведомо чужих нам людей, но и нас самих Офа, никто не может гарантировать, что на вас или ваших близких не падет ложное подозрение, или что ваши враги не захотят воспользоваться таким эффективным инструментом Чтобы от вас избавиться мораторий на смертную казнь нужен не ради самих злодеев, а ради невинных людей, которые могут стать жертвами ошибки, клеветы или коррупции Окончательное справедливое возмездие каждому по делам его неизбежно совершится, но только на страшном суде Человеческая же справедливость всегда несовершенна и легко превращается в несправедливость Эту особенность любых человеческих институтов нам важно помнить, когда мы думаем о том, чтобы наделить их полномочиями лишать кого-либо жизни Продолжение следует...